Йоу, салют Клика! Меня зовут Эйти, а вы смотрите KK Friday, где мы вместе с вами слушаем новинки русской музыки. И сегодня у нас Оксимирон с Дисом на Моргенштерна. Представляете? Оксимирон! Как обычно, видос мы досматриваем до конца, потому что в конце у вас ждет великолепная система оценок, по которой мы оценим, собственно, этот трек. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Если еще лайк на этот видос не поставили, лайк тоже надо поставить. Если колокольчик не нажали, колокольчик стопудово тоже надо нажать. И мы приступаем смотреть Дисом Оксимирона на Моргенштерна. Так, вы видите черный экранчик, чтобы вообще не было спойлеров, если вы, блядь, в первый раз смотрите почему-то на нашем канале клип Оксимирона, блядь. А со мной сегодня его смотрит Лех, наставник его. Весь в черном. Весь в черном. Всем привет. Ну что, я предлагаю долго не ждать, долго не услышать, не спрашивай. Секунду, 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 чтобы все понимали, что я здесь делаю. Я здесь слушаю Оксимирона с шести лет на все треки Оксимирона, поэтому я, как никто другой, должен оценивать именно сегодняшний трек. Все. Вот так. Так, подожди, для начала нужно посмотреть, как называется трек, я уже видел. Трек называется, кстати, The Story of Alisher, это, естественно, отсылка к The Story of Abaddon, трека Pusha T, диссы на Дрейка, когда Дрейк записил Пушу, Пуша записил Дрейка, и его дисс назывался The Story of Abaddon, поэтому это отсылочка к Pusha T. Прошлый трек, я знаю про него, но я не знаю про что там. В этом треке, возможно, по названию будет так, что Оксимирон попытается показать нам, что есть Алишер, а Моргенштерна, типа, ну то, что это образ, не знаю, или еще что-то. Попытаться разрушить образ Алишерна? Да, 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 он выставит Моргенштерна маленьким Алишером, а если это видео наберет 100 просмотров, то мы вместе с вами посмотрим дисс Моргенштерна на Оксимиронах. Ебать. Или послушаем. Вот такие, нахуй, мы популярные мильфы. А, кстати, Моргенштерн Рип написано в названии. Ну, я говорю, Моргенштерн умрет сегодня, будет, нам покажут только Алишера. Алишерку, я бы даже сказал. Блядь, это Мирон подходит к Алишеру, я понимаю. А почему ты подумал, что он носатый? Ну да, старый носатый Мирон. Кто-то какой-то горбун носатый дает Моргенштерн маленькому мальчику. Ты знаешь же, да, что Моргенштерн это, блядь, или... Это человек, в честь которого назвали оружие. Клоун так ищет любви, и хоть немного тепла. Клоун боится любви. Носит колпак, но он в шипах. Клоун так хочет дружить. Только с ним что-то не так. Клоун горько язвит. Больно в груди. Снова отказ. Блядь, я надеюсь, он не будет на серьезных шахах разбирать детские травмы Моргенштерн. Да, это похоже на то, вообще, он пытается залезть ему внутрь, в самую душу, в самое сердце, что его, на самом деле, никогда не любили, что он страдает от этого и за этого. Мне кажется, Мирон старая училка, которая, типа, чуваку, который на уроках, знаешь, там, кидается бумажками, она говорит, что у тебя что, дома не любят? Ты хочешь обратить на себя внимание? А давай, а мы все посмотрим, а выходи, покажи там, что у тебя. Кстати, шрифт и вот это все оформление, это стопудовая отсылка к Пуш-эти. Я знаю, я фанат Пуш-эти. Респект, Акси Мирону, за отсылку к Пуш-эти. Это у кого Моргенштейн ел с руки, а потом укусил? У всех? У всех, нет? Нет, ну надо понять метафору. У России-матушке. Это п***, нам показали руку Пьютина. Правильно? Мне придется это мьютить. Руку Пьютина. Говори? Закат по колену в крови. Мое дело вас развлекать пустяками во время войны. А что пустяковие хрупкого эго-артиста? Нет довести бы шута до самоубийства. Нет человека ранимый после Раниста. Я не хочу никому давать копаться в своей голове. Не хочу он с него. Боюсь, что раскопают. О-о-о-о, здравствуйте. Да, я видел это и говорил, что я такого не мог ожидать. Что наденем платье с пикутями? Это новый уровень просто. Ну слушай, Slim Shady сделал это еще... Да, 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 да. Да. Ну чё, кандистэн, тудис это любовное письмо. Моргенстэн, чистом и шапе, золотые цитапе. Блин, какой у него противный рот с носом. Вообще ужас. Мне кажется, или он специально говорит на английском, на котором разговаривают все учителя английского. Правильно прям. Ну ты шо, он же нагличанин все-таки у Оксфорда. Я имею в виду, так говорят только... Ну так не говорят люди. Так говорят только училки в российских глубинках английского языка. Да, да, да. Аля, ты сочиняешься, я не дургал тебя за часами. Ты не нравишься, зашкварк. Ты так хочешь назад, но нахуем еще один дурдастый колхозан. У них есть шаман. Ты в Курсаре, да, Зашабаров? Шаман это персонаж такой. Он делает музыку. Короче, он типа... Как это называется? Вот есть проплаченный, типа, артист. Государственный, проплаченный артист, который специально... Которого продвигают, он специально пишет песни про... Я понял. Я понял. Мы русские, его все такое. Да, да, да. Но при этом... Газманов. Да, при этом это молодой пацан. Ему там около 25. Он, короче, как Ти-фест в самом начале своей карьеры. Вот с этими веревками на белом. Я понял, я понял, да. Такой тип. У них есть шаман. Залупы, пени, схера, ты хиток, спору нет. Но где ты был 8 лет? Парадируй, но изобразить в меня харизмы не хватило. Ты сатира на сатира. Больше не читай, плиз. Блять, конечно, тебе больно от моих битов. Тебя ебут на Оксимирон Тайбиз. Оксимирон Тайбиз. Сам себя подъебал. Ну, костюмчики пиздатые. Но это веет прям слимшейдью очень сильно. Ну, мне кажется, на самом деле, мы просто... Никто особо не проводил параллели, но Оксимирон с самого начала своей карьеры брал много от слимшейди. Нет, не было такого. Нет? Нет, нет, нет. И никто этого до тебя не замечал. Спасибо, брат. Ты открыл людям глаза. Пейнч. Пейнч. Марк Кетинг. Получается, Оксимирон нам тут что говорит? Наконец-то я услышал конкретные какие-то вещи. Да, да, да. Шерка звал на каждый свой альбом. Оксимирона и Оксимирон ему отказывал. Я предлагаю нам тоже на каждый свой альбом звать Оксимирона. Да, и хейтить за то, что он отказывается. За то, что он, сука, даже не прочитал. Ведь тебе нужен Марк, что получился Марк Кетинг. Я новый Пуша Ти к черту си... Ну, да. Я че говорил нахуй? Я новый Пуша Ти к черту си-кс-кс-кс. Перебей лоб на х-кс-кс. Меняй фамилию и паспорт. Маргенштерн раскрутился на цепи. Жаль, утренние звезды быстро гаснуть. Давай поговорим об индивидуальности. Бастай по флоу скрип, а че это стиль? Ранний фейс квадрат, тебе весь квадратный фейс. Тебе сказали будь собой. Ты такой окик, где референс? Че-то там было про... С буковками че-то он там. Перебейся 666 на х-кс-кс, это к тентасьону, правильно? Нет, это к Оксимирону. Скорее всего. Оксикс, ну, блядь, как пишется Оксимирон. Ну, с двумя... Через А. Тентасьон тоже пишет с двумя х. Только просто тентасьон мертвый, типа, понимаешь? Я думаю, здесь тройной панч. Ёб твою мать. Тентасьон решил не скупиться. Это что, трехэтажные панчи? Да, получается так. Того, что у тебя шиза. Если кумир не принимает, то топово для киса. Ты так зливал в Испанию, твоя мама сбежала. Окей. И папа тоже твой папа Кезаро. Чартный все... Ну... Не смешно. Чартный все назад в изи-рэп. Ты жалкий зип-архив. Скопировать тебя, значит, скопировать всех. Эх, оригинальный МС. Настолько редкий голос. Люди верят, что на войсе в грязи был ты. А, это подъеб про войс. Я не понял. Есть, короче, трек на красота и уродство у Оксимирона. Называется «Грязь». И там в начале, типа, войс Моргенштерна. Где... Че ты, братик, когда ты к нам в Уфу приедешь, типа... Я понял, да-да-да. Давай потусим вот это все дела. И здесь он сказал, что это не войс Моргенштерна. Но все нахуй поверили. Типа, такой вот уникальный голос. Я понял. Угу. Да, правильно, пошли они все нахуй, блядь. Ха-ха-ха. Новые, близкие, недалекие. Вот так вот. Вот это вот, вот это вот, типа. Я сейчас пальцем уголаю. Это он про Палагина, наверное. Недалекий. По нему видно, кстати. Блядь. Ханни Уэскс, видел, как сказал, типа, что он чуть-чуть, немного это, мне кажется, Палагин. Я думаю, у меня биполярного расстройства нет, но мне кажется, я чуть-чуть дал. Мне кажется, я чуть-чуть Палагин. Все верно решила, Алишер наоборот. Решила, Алишер, да, Алишер наоборот, это решила. А-а-а, ничего себе. Вот зачем Оксфорд надо оканчивать, чтобы так сказать, смотришь на сплоу и все понял, нахуй. Сразу его перевернул, буквы переставил, блядь, все, за секунду, нахуй. Ёб твою ма. Я вообще-то первый хотел это сделать, пошел нахуй. Нихуя себе. Нормально. Это, кто не понял, это же Джерси Клап. По-моему, из дома звездная болезнь, ведь твоя ма не верит в тебя, но верит в гуманоидов. А про лирических героев. Малдор и Скалик донесли, что человечек все не спрыгивает с астероидов. Фальшивая ул... Блядь, он дрочил там, блядь. Малдор и Скалик донесли, что человечек все не спрыгивает с астероидов. А, это типа Алишер. Ну да, а ты что думал? Да я, ну просто, ты понимаешь, это секунда проносится, и там Оксибирон с гирей дрочит. Красиво, конечно, сколько картинок распечатали. Фальшивая улыбочка под ноготочки, гофстрайтера виниру, ты лишь оболочка, с собой старый хит, как прикид Кадиллак и нарциссическая дрочка. Вечно голый торс, ты помешан, ёпты Кельвин Клайн, это синоним слова фэшн, но ты носишь Филипп Лайн, ёбаный стыд. Стоп, согласен. Все, кто носит Филипп Лайн, это пиздец. Это вот эта хуйня с черепом, где вот все до абсурда большое, типа объемные буквы, вот это. Филипп Лайн. Да. Да, это парашек, парашек, согласен. Филипп Лайн, ёбаный стыд, надев господские часы, уфинский конюх напидорил усы. Чё, какие, блядь, претензии к усам, я не понял. По-годных напидорил, выглядит как конюх. Первый и второй, просто тем я еще давно ответил, у вас всего лишь трое. Если я сделал тебе больно в трансформера, соберитесь и поебитесь. Блядь, ё, прикинь, он так подводил именно флоу, что сейчас будет, ну, он, ну, типа, подводит прям конкретно к чему-то, какой-то ударной строчке. И тут такая, просто, бля, хуйня. Соберитесь и поебитесь. Трансформера, соберитесь и поебитесь. Спасибо, Мирон, я ждал этого. Спасибо за задницу в кадре. Да, ну, блядь, Эминем показывал, это, это Эминем. Эминем учил, да. Золодинься. В жопе за пару месяцев, как на Мефе, мой третий веплесок, почти год в топ-10. Лишь я и бандана, хотя нет, ты тоже среди лучших друзей, ведь твой рэп белый шум для детей. А что случилось-то, все ж так хотели пати и золото. Все, день памяти маркетолога. Будь с Кремлем, говори, статистика врет. Это не падение, это отрицательный взлет. Тебя спросили про голое фото, ты в интервью объяснил, что под пикаином все стало маленьким. Если спросят, как упали цифры, скажи, да вы не видели мои стримы в стоячем состоянии. Короче, мы уже почти досмотрели, да, тебе уже становится скучно, да? Ну да, так. Да, мне тоже уже становится скучно, но что хочу сказать. Вот смотри, я не нашел здесь ничего, что как-то бы действительно поврезило там Карелии Алишера, как раньше были там Диссы, Хуисы у Оксимирона, как он Женебоян нахуй вообще уничтожил, блядь. Ой, да нет, нет, хуйня, нет. Он не уничтожал, он Женебоян, Женебоян долбоеб просто. Как бы, блядь. У него, блядь, и без этого батла ничего не получалось. Он в тур не поехал, блядь. Потому что билеты не продались. Что? Не знаю. Это тут речок какой-то или что? Я не знаю, видимо, был там, где мы не были. Это в моем стиле, мне кажется. Я бы такую хуйню очень легко написал. Йоу, у нас есть батл рвать на битах, колдинг-лик, эйти, наставник, посмотрите. Не надо. Посмотрите, посмотрите. Я пончую. Не надо. Гавни, ведь морген под подошвы, пережил три эры, сколько переживешь ты. Треки перестали в чартах так долго держаться. И все, у человека будто жизнь кончилась. Иногда мне кажется, что Алишара просто больше нет. И это делал. Очень больно хранить живого человека. Я долго пробовал. Вот так. Вот так вот. Есть что сказать? Пиздец. По деларии. По деларии. Я долго пробовал не поддаваться клоун, я тебя не трогал. Хули ты доебался, расхлебывай. Че ты напрягся, это же просто поджелы. Не будь серьезным, дурак, улыбнись, это ж постирония. Фрешманов либо забыли Lil Pump Smoke Purp, либо похоронили Pop Smoke Juice WRLD. Что ж, блядь, блядь. Представляете, прикольно. Но, монтажер, ты проебался с Pop Smoke и Juice WRLD. Там видно, блядь, что ты не в... Короче, не в слова это нарезал, блядь. Там проеб жесткий, мне это аж глаз резануло. Мы сейчас посмотрим, что происходит. Вы похоронили Pop Smoke Juice WRLD. Да. Ты его видел? Да. Да, да. Плохо. Плохо. Плохо, очень плохо. Так что выбирай, кто важнее. Двоим не выжится урядный Алишер. Либо легендарный Маргенштерн. Хотя бы шанс на любовь и свободу от сетки. Либо триумфальное возвращение. Асмертно тасс. Блядки вебкада, экраны кровь на салфетке. Я пришел освободить мелкого Алишерку. Того до ботокса, Дубая, кремлевских конвертов. Дефицитов внимания, мемов, пранков и кеков. Спасибо, я пообедал кошерно. Помнишь, ты съел деда сегодня? Дед съел Маргенштерна. Вау. Сегодня дед съел Маргенштерна. Ну да. А что, это все? А-а-а, я понял. Он освободил Алишера от Маргенштерна. Все. Ну, как я и говорил, он оставит, он разрушит образ Маргенштерна и оставит маленького Алишерена. Я, кажется, Оксимирон. Вот такой вот колибчик, вот такой вот Оксимирон, вот такой вот диск на Маргенштерна. Мы будем смотреть текст? Нет, я все понял практически. Я тоже. Поэтому давай перейдем к оценке. Значит, вот наша великолепная табличка, как я и сказал в начале. У нас здесь три критерия. Звучание, трус, самобытность. Мы начинаем со звучания. Будем оценивать, думаю, просто трек. Клип как бы вдобавку, да. В клипе очень прикольно. Понарезано всяких приколов в стиле слиншейди. Там жопы показывают, Оксимирон и все такое. Но мы здесь оцениваем чисто трек. Поэтому начинаем со звучания. Леха, звучание. Прикольно звучит, в принципе. Мне все понравилось. Есть даже немного от старика свежего чего-то. Там джерси. Звука. Да, поэтому я думаю, что, в принципе, по звуку мне прям все понравилось. Да, это пять, я думаю. Я по звуку поставлю, наверное, три с половиной. Потому что основной трек весь, конечно, сделан под одну ритмику, под один бит. Классический Оксимироновский бит здесь из нового. Только небольшой отрезочек, там где-то длиной в 30 секунд под джерси-клаб. Это как бы дало чуть-чуть освежиться. Есть какие-то лирические отступления битей и все такое. Да, бит разнообразный, классный. Но, блядь, я у Оксимиронов все такие биты слышал. Типа, кроме джерси-клаба, ничего особо не выделил. В звучании мы еще оценим флоу. Поэтому по флоу там классический тоже Оксимирон. Приколов каких-то сильных не было. Под конец зарычал только. А в начале немного автотюна, но это уже так, тоже не особо удивительно от Оксимирона. Поэтому, не, я 3,5 поставлю по звучанию, 3,5 поставлю. Дальше по трушечке. Текст. Насколько мы верим, ассоциируемся. Но здесь диск, поэтому я не знаю, здесь... Давайте мы здесь будем просто оценивать текст. Пенчик, Пуенчик и все такое. Так как это диск, здесь особо про ассоциирование себя с артистом не идет разговор. Ну, короче, я, наверное, поставлю сразу, скажу, 4. Потому что мне не хватает того, что делал, в принципе, всегда Оксимирон. Он заебал уже разбирать психологию, блядь. Он заебал вот этим заниматься. Это, конечно, все интересно, но он сначала себя там какие-то свои старые травмы разбирал. Теперь он разбирает других людей. И, короче, вот так вот. Хочется чего-нибудь более такого, знаешь, отъебись сделанного. Пожетче пенч, просто каких-то приколов. Да, панчи ради панча, чтобы были, а не каждая строчка, где ты пытаешься к чему-то привести, что-то рассказать. Поэтому, да, 4. А все остальное прикольно. Я поставлю, наверное, 4,5. До пятерочки почти, практически, чуть-чуть совсем не дотянуло. Мне, в принципе, по тексту все понравилось. Хотя, вот, если брать хронометраж, 7,5 минут трек, как бы, приколов было мало на такую длину. Но, учитывая, что мы смотрели клип, они только, не просто трек слушали, а смотрели еще клип, это как-то разбавило. И, в целом, мне, ну, вот эта вот наполненность какими-то приколами, отступлениями понравилась именно в тексте. Поэтому я поставлю 4,5, и еще бы половинку-пятерку бы накинул, если бы больше было всяких приколдесов. И, да, как ты сказал, панчи ради панчи, просто чтобы... Без разборов. Оппоненты и все такое, как на наших любимых онлайн баттлах. Ну, этих, блядь, офлайн баттл. Ну, короче, вы поняли, 4,5, и мы идем к самобытности. Ну, блядь, что здесь за самобытность ставить? Ну, это Оксимирон. Это, блядь, обычный классический Оксимирон. Что ты думаешь? Давай возьмем тогда. Так, есть ли у этого аналоги в России? Мне кажется, нет. В плане того, как он это подал, в принципе, мне кажется, нет. Ну, у таких дисов у нас в такой форме, да. И, опять же, если говорить про то, как это сделал он сам, то хоть про него и такое, знаешь, есть. Типа, кажется, что он всех там десил, там еще что-то, но на самом деле первый полностью посвященный трек кому-то вот так вот. Мне кажется, давно такого не было, потому что он же ушел в всякую хуятину. Ну, в принципе, он редко такой выпускал. Поэтому я бы, наверное, поставил, ну, 4, потому что все же говорит, что он пушатий, идет отсылка к пушатий, но как бы он сам не видит, что он полностью делает то же самое, что делал именем. Он-то понимает, но типа он так как будто бы не заметил, нам не дал понять, что он это заметил, так сказать. Я не знаю, может, он сам, он понял, что мы поймем. Хотя похуй, 4,5 пусть будет. Окей, по самобытности, раз уж ты затронул тему с моим любимым Пушатий, вот чего не было. Если он так подвел, название трека отсылает к дису на Дрейка Пушатий. Сам там в тексте отсылается на Пушатий, даже есть отрывок в клипе, где полностью скопирован, блядь, сука, скопирован шрифт и оформление, как в лирик-видео у Пушатина в многих треках. Но вот в чем главный прикол. Почему эта отсылка на Пушатий для меня не особо сработала? Потому что вот что сделал Пушатий в DC на Дрейка. Пушатий первый, блядь, человек, который заблочил Дрейка, что у него есть сын, никто нахуй до этого не знал, что в принципе у Дрейка могут быть какие-то дети вообще, что он, ну типа он же еще молодой на самом деле, достаточно, когда этот диск проходил в 18-17 году. Ну короче, ему еще 30-ки не было, ну типа и Дрейк такой успешный, крутой тип, и никто даже не думал об этом, он это тщательно скрывал, потому что Дрейк это тщательно скрывал, и хотел, чтобы общественность и музыкальная вот эта вся культура знала о том, что у него есть сын. Но Пуша, блядь, настолько залез во все эти инсайды внутри Киев, что прочитал об этом в треке, о том, что у него есть сын, и он поставил на обложку фотографию Дрейка с блэкфейсом, старую очень, где ему там лет 16-15, знаешь же, да, про блэкфейс? Да-да-да, я понимаю. Вот, ну то есть я к чему, у Оксимирона не было здесь разоблачений Моргенштерна, вот в чем. Ну да, он типа сделал отсылку, что сейчас что-то будет такое, как Пуша сделал, но ничего не дал. Либо мы прослушали. Да не, по-моему, там ничего не было, поэтому... Да, три с половиной я не хочу поставить. Тяжелый, тяжелый трек Оксимирона. Да-да-да. Вот наша финальная оценочка на дис, на Моргенштерна от Оксимирона, 4.2. Почему она такая получилась, вы уже все слышали, ему все сказали. Пишите в комментарии, что вы думаете по этому треку. И ставьте лайк, если вы рады возвращению Оксимирона в футбрэк. Да, еще хотелось бы спросить. Версус Баттл, думаешь, Мирон придет на версию складка Моргена? Я думаю, нет. А что Моргенштерн может показать по версии? Оксимирон вряд ли согласится. Моргенштерн может показать там шок, я не знаю. А на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Вам осталось только поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И перейти в описании, кстати. Там еще ссылочки на наши соцсети, ВК, Дизеграм, Телеграм. Переходите, подписывайтесь. Мы тоже делаем музончик, делаем рэп, послушайте там все дела. Вот такое вот видео. Пока. Всем шалом.